Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера и режиссера Сергея Бодрова и тайны вокруг смерти этого артиста. Все знают и любят этого российского советского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. Он погиб более 20 лет назад. Это несчастье произошло 20 сентября 2002 года. Тела всей съемочной группы и тело актера до сих пор не нашли. Известно, что причиной стал сход ледника с горы Казбек. Всего в той катастрофе погибло более 150 людей. Тела 127 из них до сих пор остаются так и не найденными. Почему же это произошло? Многие поклонники, а самое главное родственники погибших считают, что здесь не обошлось без вмешательства потусторонних сил. Для местных Кармадонское ущелье – это место, где проходили съемки картины Сергея Бодрова. Это место считается святыней и запретной территорией. По их поверьям, в ущелье обитают духи, которые могут забирать души людей. Дело в том, что 200 лет назад в этой же местности произошла такая же катастрофа. Тогда пропали без вести жители семи деревень. Говорят, что там и сейчас можно набрести на поселение, пообщаться с местными и поожинать. А потом, когда выйдешь из него, понять, что нет там никакого поселения, и тем более никаких людей там не было. Прям сплошная мистика. И по мнению горцев, в этих местах обитают души погибших тогда селян. Есть еще один интересный факт. По словам жены, Сергей чувствовал приближающуюся гибель. Она разговаривала с ним с утра того самого дня. И супруг показался ей нервным, встревоженным. А его последние слова звучали так. Береги детей. Дело в том, что на тот момент у Сергея недавно родился сын. И подрастала дочь. Многие связывают смерть актера с его работой. Ведь по задумке фильма, который тогда снимали, его герой в конце должен был погибнуть. А до этого, во время работы над другим проектом, по вине съемочной группы, на одном из балкарских кладбищ начался пожар. Тогда было уничтожено множество захоронений. Многие очевидцы считают, что тогда на Сергея легло проклятие духов тех мест. Тем не менее, интересен тот факт, что один из членов спасательной бригады, которая вела работы в Кармадонском ущелье, утверждает, что Сергей Бодров выходил с ним на связь уже после схода лавины. Правда, только спустя два часа. По словам рассказывающего, Сергей ему сообщил, что они и съемочная группа находятся в одном из тоннелей, и там будут ждать помощи. К слову сказать, тоннель в тех местах только один. Его обследовали, и ничего, кроме останков лошадей и коз, они не нашли. Кстати, некоторые горцы до сих пор считают, что съемочная группа тогда спаслась. Только вот где же все они в таком случае сейчас? Ведь прошло уже более 20 лет. Тайна гибели российского актера Сергея Бодрова до сих пор не дает покоя ни фанатам, ни его родственникам. Последние разочаровавших и в поисках хоть каких-нибудь ответов даже обращались к помощи экстрасенсов и ясновидящих. Впрочем, экстрасенсы им помочь так и не смогли. Эта тайна так и осталась тайной. Я думаю, многие помнят замечательного актера Сергея Бодрова. Все смотрели его картины, такие как «Брат», «Брат 2» и многие другие. Мне, в свою очередь, хочется выразить соболезнования родным и близким. Очень жаль, что не стало такого прекрасного человека, талантливого актера и режиссера. Хоть прошло уже много лет, но я думаю, эта боль никогда не утихнет. И, конечно же, хочется выразить также соболезнования всем семьям погибших вместе с Сергеем Бодровым. Светлая память и Царствие Небесное. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, присутствует ли мистика в этой загадочной гибели или нет? В общем, пишите все, что вы думаете. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Дорогие мои, благодарю всех за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, успехов всегда и во всем. Ангела-хранителя, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok